Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Лето стоит, жара у нас постоянная, под 36-38 градусов в тени. Я уже запарился и дома под кондиционером готовить ничего не хочется, поэтому все стараюсь сделать на открытом огне. И так меня этот уже гриль утомил, поднадоел что ли, что захотелось мне не мясо на углях, а тушеного мяса в горшочках. Я такую штуку ни разу в горшочках не готовил на гриле, захотел попробовать. Не уверен, что все получится как надо, ходил все вокруг да около, но эксперимент все-таки проведу в надежде на удачу. Взял для этого дела говядину подходящую для тушения, грибов, лука, моркови, тесто слоеное, муку, перец, соль и немного несладкого йогурта для соуса. Можно было бы сметаны взять, но йогурт гораздо менее жирный, а жирноты в этом блюде будет и без того достаточно. А ночное как водится с зажигание углей. Мясо надо порезать кусочками, как на гуляш. И лук порежу тоже довольно крупно. Отлично. Угли уже разгорелись. На первом этапе надо все обжарить до подрумянивания. На растительном масле, у меня оливковое. Мясо выкладываю в хорошо разогретое масло, чтобы оно сразу начало обжариваться, а не тушиться. Если класть в холодное масло, оно сразу даст сок и никакого обжаривания мы не получим. Пока нарежу грибы. Тоже довольно крупно. Хочу, чтобы в готовом блюде было видно, что я ем. А то если мелко нарезать, то за время тушение, все в кашу расползется. Мясо уже подрумянилось, можно грибы и лук добавлять. Ну и морковь осталось нарезать. Тоже крупно. Из тех же соображений. И ее тоже в казан. На этом этапе уже посолю и перца добавлю. Всего обжаривать надо на таком огне это количество. Примерно минут 5-10, наверное. Цель слегка закармелизовать сахароморковью. А потом уже можно будет продолжать. Вот так нормально. Можно добавлять муку. Мука в данном случае нужна и для загущения будущего соуса, и для ускорения протекания реакции майяра. Теперь йогурт сюда и лавровый лист. А теперь тушим до готовности под крышкой. Время тушения зависит от мяса. Молодой за полчаса приготовится. То, которого постарше, поспортивнее животное, оно и два часа может тушиться. Отлично. Все в прекрасном состоянии. А теперь завершающее действие. Разложу по горшочкам. И укрою тесто. Ну а для красивого вида тесто надо смазать желтком. Поехали. 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 Угли к краю отодвинул. Можно горшочки ставить. Все. Минут 15-20 ждем, чтобы тестяная корочка пропиталась всеми ароматами от эплосоуса, а снаружи подрумянилась и стала красивой. Так, ну вот какая у меня красота получилась. Видите, как вздулось все из-за того, что там пар поднимался ароматный и пропитывал эту крышечку. Так, мне уже не терпится ее вскрыть. Так. Слушайте, отсюда такой пар ароматный поднимается. Чудо какое. Просто чудо. Смотрите, соус такой густой. Я должен это попробовать. Так вот. Соусом. Это чудо. Можете меня предать аналфиме, но мне вот такое тушеное мясо в соусе нравится даже больше, чем просто приготовленное на гриле на открытом огне. Типа стейки там и прочие штуки. Обожаю такую вещь. Обожаю. Так, надо мне что-то грибочек где-то выцепить. Где у меня есть грибочек? Грибочков от мяса не отличить. Так. Вот, наверное... А, вот он. Грибочек. Ой, чудесно совершенно. Слушайте, обалдеть. Обожаю такую штуку. Просто вот прекраснейшая. Готовить именно на углях. Да, наверное, смысла нет. Большой разницы с приготовлением такой же штуки в духовке я не замечаю. Да, вот эта вот тестяная крышечка имеет легкий аромат дымка. Но он настолько тонкий, настолько легкий. Может быть, если бы тесто было не слоеное, а просто дрожжевое, чтобы оно подольше в этом деле готовилось. Потому что слоеное это готовится буквально там 12-15 минут и все. Дрожжевое бы подольше где-то стояло, может быть, 25-30 минут. Оно бы побольше припиталось, и тогда бы, да, имел смысл готовить на углях. А так можно, наверное, и в духовке. Но все равно я безумно доволен тем, что получилось. Огромное спасибо, что смотрите. Спасибо за компанию. За лайки, за дизлайки, за репосты. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok